Приветствую вас. На самом деле речь идет о том, что вы сами уже хотите со своим мужчиной разлистить. И вы видите, вот собственно, проявление этого в том, что говорит любовник. Любовник, может сказать, это просто ради интереса, может быть потому что он действительно научил испытывать к вам чувства, какая разница? Для вас в этом смысле разницы вообще никакой, потому что вы никогда не можете до конца узнать его чувства, его мысли, ну по факту, да да, по факту, пока вот такая ситуация не произойдет, да, как какая-нибудь вы не сможете, вот, для себя этот момент определить, вот. Так что бесполезно. Но если у вас, вашим мужчинам, проблемы, это очевидно, потому что вы начали говорить про его спермограмму, почему-то сразу, хотя изначально речь была именно про любовника, да. То есть, вы сразу, то есть, что, помогите понять, что сказал любовник, типа, да, вот. А дальше начинаете говорить про мужа и про то, что у него там, условно говоря, со спермограммой. Вот. То есть, это видно, что за вашим вопросом, изначальным, да, открываются какие-то вот другие проблемы. Так лучше вам, наверное, все-таки будет посмотреть на это сперва, лучше вам будет смотреть сперва на свои проблемы, да, на проблемы собственные. И уже потом, уже потом, после этого, да, ориентироваться на что-то другое. Вот. Мне кажется, это более честно и справедливо. Вот. Ну, а если касается любовника, то любовник, скорее всего, просто своей девочкой, точнее, недоволен. Вот. Иначе бы он с вами в отношения бы не вступил. Вот. Он недоволен своей девочкой, и именно поэтому спрашиваю, потому что с вами, с вами ему хорошо. Вот. Готов ли он, там, как-то по-другому вести себя? Нет. Я так, если честно, не думал, потому что достаточно редко бывают случаи, когда любовники становятся по-настоящему влюбленной парой. Вот. То есть, вот этот момент, он очень важен, чтобы вы не надеялись особо. Вот. И, соответственно, решать вам. Вот. Сперва вы решаете проблемы со своим мужем, а потом еще все остальное. А не так, что пытаетесь решать, значит, с любовником сперва. Какие-то вещи. Вот. Чтобы вы понимаете. Вот. Обратите вот внимание, что вы, скажите, пожалуйста, ты имел в виду мой любовник. И все, вы ему ответили, что не могу так разобраться. Сказать, я совсем не знаю, как человек, и давайте быть вместе. То есть, вы просто передали нам ваш разговор. Вот. Так, а зачем нам ваш разговор? То, что вы сказали, да, ему, то, что вы ему сказали, это скорее скорее свидетельствует о том, что вы, ну, как бы, что вы больше хотите с ним быть, чем не хотите. Вот. Ну, опять же, как это мне видится. По крайней мере, я не берусь упреждать наверняка это, но вот как мне это видится. Что он для вас привлекательный. Этот мужчина, любовник, любовник наш. Вот. Поймите правильно. Я не считаю, что вы делаете что-то плохое. Вот. Я просто говорю о том, что вам нужно учитывать эти моменты. Учитывать и делать на них скидку. Вот так. В принципе. В принципе, я думаю, я думаю, это всё, что можно вам ответить на ваш вопрос. Да, он такой, опять же, с контекстом определённым. В том смысле, что, ну, это лишь вершина Айдберга. В основе лежит то, что у вас вообще есть любовник, то есть у вас кризис в отношениях с мужем. И по некоторым причинам, по каким-то причинам, а вы до сих пор с ним, хотя вам нужно признать, что отношения с мужем переживают тяжёлые и сложные времена. И что, возможно, нужно сперва разобраться в них и вообще потом решать вопрос с любовником. То есть мне видится такая история, мне видится такой момент и, ну, в общем, мне кажется, что исходить вам нужно из этого. То есть расставьте, постарайтесь расставить грамотность, вот именно грамотность, расставить приоритеты. И чтобы вы четко знали, что, с чем, как и почему. И тогда, собственно, я думаю, что всё у вас нормализуется. А пока вы мечетесь от одного к другому, конечно, вам будет сложно. Да и любому быть человеку на вашем месте было бы сложно. Но это в данном случае абсолютно нормальная история. Вот. Вот так, на этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...